На сочинском форуме в переговорной Краснодарского края обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Кубани и Италии. Глава региона Вениамин Кондратьев пообщался с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуалет Ирачано. На встрече говорили о том, что объединяет и Кубань, и Италию. Это производство вина. Виноделие набирает темпы, отметил глава региона. Совсем недавно в крае открыли собственный питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала, а вина, произведенная в регионе, могут конкурировать с иностранными. Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов к производству вина. Это единственный номер один. Конечно, мы ищем партнеров на данном этапе, но только на данном этапе. Я думаю, через год, два, три мы уже перестанем их искать, потому что мы заполним нишу, в том числе и сегодняшним небольшим дефицитом, который на рынке существует. Но выиграет это в итальянский бизнес, если все-таки не найдет и не увидит у нас партнеров, или проиграет, покажет время. И я думаю, что здесь итальянская пищевая техника и почвообрабатывающая техника для нас является предметом сотрудничества. В самые сложные времена ни одна итальянская компания не покинула Россию. Диверсификация экономики позволяет постоянно открывать новые стороны сотрудничества. Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна. На форуме Вениамин Кондратьев провел еще несколько встреч. С руководителями нефтеперерабатывающих предприятий губернатор подписал соглашение о сотрудничестве. Контракт с Ильским НПЗ стал одним из самых дорогих. В его развитие вложат 57 миллиардов рублей. Объем переработки на заводе планируют увеличить в два раза, до 6,5 миллионов тонн. К 2020 году нарастят мощности и на Афибском НПЗ. Там собираются перерабатывать до 9 миллионов тонн нефти.